Добрый вечер в прямом эфире новости в студии Наталья Винокурова. О том, как началась рабочая неделя, расскажу я и мои коллеги. Итак, основные темы выпуска. Серьезный пожар в Багучанах дотла выгорел 20-квартирный двухэтажный жилой дом, из-за чего загорелись квартиры и как помогут людям, оставшимся без имущества и документов. На территории края стоят настоящие крещенские морозы, когда, по прогнозам синоптиков, погода изменится и отступят холода. В первую половину недели мы ожидаем всю холодную погоду, так в городе у нас ожидается погода без осадков. Ночные составят порядка 31-33, дневные 25-27. Хоккеисты Несей впервые стали обладателями Суперкубка России, как прошла встреча с клубом «Байкал Энергия» и кто из известных гостей посетил игру. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, нас поддержали. И в какой-то мере мы нас согревали, да, тем, что болели за нас, гнали нас вперед, не давали нам остановиться. Возможный уход с должности директора Красноярского музейного комплекса на Стрелке Михаила Шубского вызвал общественный резонанс. Как развивается ситуация? Верю в то, что Министерство культуры Красноярского края примет все-таки грамотное решение, уважая знаковость личности Михаила Павловича Шубского. Но надо не забывать такую поговорку, что мы уважаем прошлое, но смотрим в будущее. Низкие температуры в Красноярском крае стали одной из центральных тем обсуждения на очередном аппаратном совещании у губернатора края Виктора Толоконского. Глава региона отметил, что в сильные морозы службы, отвечающие за жизнеобеспечение, должны работать особенно ответственно. По информации краевого МВД, сотрудники ДПС уже сейчас оказывают помощь всем автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию, находясь на трассе. В ночное время проводится проверка предприятий поставщиков тепла и их персонала на предмет соблюдения трудовой дисциплины и недопущения аварий. Губернатор подчеркнул, самое пристальное внимание сейчас нужно уделить контролю над качеством теплообеспечения жилых домов и объектов социальной сферы. Все тесты должны работать в полную силу. Также участники совещания обсудили подготовку к празднованию православного крещения Господня. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие 87 тысяч жителей региона. Под контролем сотрудников полиции в ночь с 18 на 19 января окажутся 112 храмов в 59 территориях края. Позже губернатор встретился с известным благотворителем Хазретом Савменом, с которым обсудил перспективы развития региона, в частности строительства нового моста и дороги в Северо-Енисейском районе. А вот с представителями Федерации хоккей с мячом Борисом Скрынником и Николаем Валуевым поговорили о перспективах развития этого вида спорта в Красноярске и обсудили вопросы реконструкции стадиона Енисей. С начала года в Крае не работают камеры видеофиксации нарушений правила дорожного движения. По какой причине это произошло и когда все исправят, расскажем далее в выпуске. К концу недели морозы в Крае должны ослабеть. Такой прогноз дают региональные синоптики. Первая половина недели ожидаются все еще холодные, а вот к воскресенье температура начнет расти. В центральных и восточных районах Края до Среди ожидаются аномально низкие дневные температуры до 28 градусов мороза, а местами даже минус 37. Это на 14 градусов ниже средних многолетних показателей. К пятнице потеплеет до 17 градусов ниже нуля, а к воскресенью вовсе будет минус 7, минус 12. На Северикрае в начале недели будут холода до 40 градусов. А к концу недели столбики термометров тоже поднимутся до отметки 13-18 градусов отрицательных значений. Больше всех ощутят потепление жители южных районов Края. К воскресенью синоптики обещают там минус 4 днем и минус 10 по ночам. Аналогичная ситуация и в Краевом центре. Первую половину недели мы ожидаем всю холодную погоду. Так в городе у нас ожидается погода без осадков. Ночные составят порядка 31-33, дневные 25-27. И уже к пятнице повышает днем 21-23. Ветер всего будет в восточной четверке 3-8 метров в секунду. И только в самом конце периода, то есть в воскресенье, мы ожидаем небольшой снег. И ночные составят 10-12, а дневные 7-9 градусов. В Столице Края снова продлили режим неблагоприятных метеорологических условий. На этот раз до 7 часов вечера 20 января. Так сообщается на сайте Среднесибирского управления гидрометцентра. Напомню, такой особый режим держится в Краевом центре с 1 января. Как сообщалось накануне, исследования специалистов Роспотребнадзора выявили в атмосферном воздухе советского района превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду почти в полтора раза. Кроме того, было зарегистрировано превышение ипофенола на улицах Тельмана и Чайковского. А по взвешенным веществам, иначе говоря, пыли на Матросовой и Красномосковской. Однако, случаев высокого экстремального высокого загрязнения не зафиксировано. В поселке Богучана сгорел деревянный двухэтажный дом. Погибли три человека, еще шестеро находятся в больнице. Среди них и несовершеннолетний ребенок, который отравился, простите, угарным газом. Сгорание произошло накануне рано утром. По данным МЧС, дом сгорел буквально дотла. Жители остались не только без крыши над головой, но и без одежды и документов. Всем им предоставили временное жилье. Также в поселке организован сбор вещей. Сейчас температура воздуха в Богучанах около минус 40 градусов. По словам местных властей, дом стоял на балансе муниципалитета и был признан аварийным. В некоторых квартирах не было централизованного отопления. Люди грелись с помощью печей. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания. Проводится проверка. Горела кровля дома с переходом на второй этаж. Сотрудниками пожарной охраны по лестничному маршу было спасено 6 человек, из них 1 ребенок. В результате пожара сгорел живой дом на площади 600 квадратных метров. Всего в доме проживало 20 семей. Это 46 человек, из них 11 детей. Принято решение о выделении материальной компенсации. Сотзащита по 12 тысяч рублей на Погорельце. И администрация района по 10 тысяч на Погорельце выделяет. Обратились мы также в Край с письмом губернаторов на отделение материальной помощи Погорельце. С начала года в Край не работают все камеры, фото и видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Эту информацию подтвердили в Краевом управлении дорог. Ведомстве пояснили, причиной при остановке работы камер стало позднее принятие бюджета и его подпрограммы повышения безопасности дорожного движения, которая финансово обеспечивает обслуживание камер наблюдения. Из-за этого аукцион по выбору подрядчика был объявлен только в конце декабря. Кроме того, один из потенциальных участников торгов на прошлой неделе пожаловался в УФАС на недоработки в конкурсной документации. Процедура была приостановлена. Специалисты настоятельно рекомендуют водителям не нарушать скоростной режим и правила дорожного движения. Говорят, камеры могут включить в любой момент, но точную дату пока назвать сложно. Трудно сказать, если мы сейчас пройдем всю эту процедуру, которая сейчас обжалование условий госконтракта и так далее. Если других еще претензий не будет, то, наверное, госконтракт будет заключен в конце февраля. Бывший руководитель департамента городского хозяйства Краснодарский Олег Гончаров возглавил управляющую компанию «Красжилсервис». Она входит в состав городской управляющей компании «Жилфонд». В ее ведении находятся дома советского района. В самом «Жилфонде» назначение объяснили тем, что Гончаров обладает большим опытом работы в сфере ЖКХ. Это должно позволить вывести качество услуг, предоставляемых компанией на более высокий уровень. Напомню, в прошлом году завершился судебный процесс по делу об обрушении подпорной стены на проспекте Свободном. Олег Гончаров являлся одним из обвиняемых и был сначала приговорен к 5,5 годам колонии-поселения. Затем, после обжалования приговора, его амнистировали и сняли судимость. В «Жилфонде» уверены, что Гончаров справится с новой работой. Гончаров приступил к обязанностям с сегодняшнего дня. Возглавляет компанию «Красжилсервис». Про Шлеев вообще ничего не могу сказать. Я знаю Олега Васильевича только со стороны специалиста. Все остальное это уже за компетенцией меня как работодателя. Безусловно, я являюсь гарантом подбора кадров в «Жилфонд». Соответственно, я сделала приглашение ему и он согласился. Сотрудники Краснодарского музейного центра написали петицию, в которой просят не снимать с руководящей должности Михаила Шубского. Он 25 лет руководил комплексом. Коллектив о возможных кадровых перестановках узнал после того, как министр культуры края предложила директору центра покинуть свой пост. Почему последовала такая острая реакция и что по этому поводу думают представители общественности? Подробности прямо сейчас. Музейная ночь и Биеннале – визитная карточка музейного центра. О них знают далеко за пределами нашего края. Именно это место является центром массового современного краевого искусства. 25 последних лет комплексом руководит Михаил Шубский. Новость об его уходе для коллектива стала неожиданностью. Сотрудники даже написали письмо президенту с просьбой оставить Шубского в должности. Мы за работу музея полноценную. Сейчас действительно много проектов. Музей находится на такой творческой, очень высокой позиции. И поэтому, ну, как говорится, коней на переправе не меняют. Если уже и уходит человек, то это должна достойная, конкурентная, способная быть кандидатура. Кандидатуру нам не озвучили, поэтому мы вот, собственно, так и отреагировали очень резко. В письме работники музейного центра кадровые перестановки называют экспериментом, утверждая, что такие перемены могут сорвать крупные музейные мероприятия. Сам нынешний руководитель Михаил Шубский сегодня говорит о том, что не готов уйти, пока ему не будет понятна дальнейшая судьба музейного комплекса. Ситуацию сейчас активно обсуждают в социальных сетях. По мнению предпринимателей и деятелей культуры, менять руководство – это нормальная практика. Заслуг Михаила Павловича никто не отменял. Да, у нас очень изменился музей с его приходом, концепция. Мы сумели этот музей сохранить и перевести его из консервативного русла музея Ленина в музей, в центр современного искусства. Но, тем не менее, директор – это, прежде всего, эффективная организационно-хозяйственная деятельность. Даже несмотря на то, что эта структура – музей творческая. Поэтому кураторы могут подбираться творческие, должны быть, да, а директор все-таки должен управлять хозяйственной деятельностью. И я просто не вижу никакого страшного повода в том, чтобы сменить человека. Я верю в то, что Министерство культуры Краснодарского края примет все-таки грамотное решение, уважая знаковость личности Михаила Павловича Шубского. Но надо не забывать такую поговорку, что мы уважаем прошлое, но смотрим в будущее. И хотелось бы, что вот эти две составляющие все-таки для такого музея, который прославлен не только в Краснодарске, но и в России, чтобы это было. Официальный комментарий сегодня дал и министр культуры края Елена Мироненко. По ее словам, совсем скоро жители края узнают, кого назначили на должность директора Красноярского музейного центра. Процесс запущен. В пятницу у нас с Михаилом Павловичем состоялась рабочая личная встреча, в ходе которой Михаил Павлович озвучил, что давно готов к уходу. На данный момент мы рассматриваем варианты кандидатур. И бесспорно хотелось бы отметить, что Михаил Павлович Шубский является высоким профессионалом своего дела. Но нужно учитывать, что ему исполнилось уже 65 лет, и обновление кадрового состава является абсолютно нормальным явлением для, в общем-то, мировой музейной практики. Тем не менее, я рассчитываю и надеюсь на то, что Михаил Павлович останется в отрасли, но уже в ином качестве. Список кандидатур специалистов, которые могут занять кресло директора музея, не разглашают. И пока понятно одно – это только начало перемен. Екатерина Погорелова, Алексей Овсянников. Новости. Красноярский готовится к экономическому форуму. Что станет основной темой КФ-2016 и как можно стать участником и волонтером на этом мероприятии? Расскажем сразу после рекламы. В магазинах Яртехника, снегоуборщики, мотоблоки, электростанции, тепловые пушки, котлы, бензопилы и электроинструмент по доступным ценам. Купи товар на 5000 рублей и выиграй 30 тысяч. Розыгрыш 1 февраля. Впервые в Красноярске новое захватывающее шоу. Дельфины и пираты Карибского моря. 231-64-64. Торговый центр «Домер». В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит. Второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический. Явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на теле-2. Тариф черный. Честно, дешевле. Вы расслаблены. Вы легкие, словно перышко. Одной рукой вы нажимаете на кнопки пульта, другой пересчитываете сэкономленные деньги. Вам хорошо. И впереди у вас еще более 60 каналов. Опять перед телевизором сидит. И нет, крики чаек не тревожат вас. Вы спокойны, как бабок. Пакет легкий. Более 60 каналов от 50 рублей в месяц. Спутниковое телевидение телекарта. Живите с легкостью. В Крае идет подготовка к 13-му Краснодарскому экономическому форуму. В этом году он пройдет с 18 по 20 февраля и будет посвящен стратегии развития нашего региона до 2030 года. О программе работы одной из главных дискуссионных площадок страны в репортаже моего коллеги Александра Ловицкого. 13-й Красноярский экономический форум будет работать с 18 по 20 февраля. По прогнозам Краевого правительства в дискуссионных площадках форума примут участие порядка 5000 человек. Уже сейчас, за месяц до старта форума, подано около 1000 заявок. Как ожидается, только выставочная экспозиция КЭФ займет площадку более чем 700 квадратных метров. Участниками КЭФа 2016 станут представители крупнейших бизнес-сообществ, успешные предприниматели, представители торгово-промышленной палаты, общественной палаты России, а также представители федеральных и региональных властей, министры и ведущие мировые эксперты. Последних на форуме уже заявилось около 200. Все эти специалисты обсудят стратегию социально-экономического развития края и страны в целом на ближайшие 15 лет. Эта тема номер один рассматривается сегодня в правительстве России. И, конечно же, на примере той работы, которую мы ведем по стратегии, которую ведет губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский. И мы увидим с вами образ будущего, как себя представляет образ будущего Новосибирск, Калуга, Москва, Красноярский край, Владивосток. Ну, все наши субъекты Российской Федерации, которые представлены, будут обсуждать со своими экспертами. Программу предстоящего форума приоткрыли и специалисты молодежного правительства. По традиции форум откроется именно с молодежных площадок. В этом году их объединили под общим названием «Поколение 2030». Общественные деятели и молодые активисты обсудят, как выстроить эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и обществом. В том числе и развитие в стране социально направленного бизнеса, или так называемого третьего сектора экономики. В этом году это станет первой площадкой в стране по обсуждению и формированию концепции развития третьего сектора в Российской Федерации. Эта концепция ей занимается Общественная палата Российской Федерации, и она будет презентована президенту нашей страны в конце этого года. Кстати, на форум уже могут регистрироваться не только участники, но и волонтеры. Они будут помогать гостям на дискуссионных и других площадках форума, сопровождать их и обеспечивать необходимой информацией. Мы набираем в этом году 280 волонтеров и 18 тим-лидеров. Тим-лидеры – это руководящий состав, это менеджмент, менеджеры, которые возглавляют ту или иную функцию, те или иные функциональные направления волонтерского сопровождения КЭФа. Тим-лидеры должны подать заявки, желающие стать тим-лидером, должны подать заявки до 24 числа. Всех желающих принять участие в форуме в качестве волонтеров просят обращаться по телефону, который вы видите на экранах. Срок подачи заявок – до 20 января. А чтобы заявиться на деловую программу форума, нужно зарегистрироваться на сайте КЭФа до 10 февраля. Александр Ловицкий, Максим Галат и Андрей Крупнов. Новости. В столицу края приехал почетный гражданин Красноярска Хазрет Савмен. Его рабочая поездка продлится два дня. За это время он совместно с главой города Эдхамом Акбулатовым планирует посмотреть, как изменился Красноярск и пообщаться с его жителями. Где побывал меценат и что успел посмотреть сегодня в сюжете Дины Володиной. Кто такой Хазрет Савмен, никому в Красноярске, да пожалуй и во всем крае рассказывать не нужно. А вот сколько добра этот человек делает для нашего города и его жителей стоит знать всем. В самых разных сферах Хазрет Савмен поддерживает идеи и начинания красноярцев и помогает развивать город. Только в прошлом году 70-летия Победы в Красноярске реализовали целый ряд совместных патриотических проектов. В том числе и уникальная передвижная галерея «Лики Победы». Это портреты наших земляков, героев Советского Союза. Вместе с фронтовыми артефактами выставка экспонируется в школах, вузах и дворцах культуры. Эта война коснулась каждого из нас, в том числе и моего прадедушку по линии бабушки. Он воевал на Восточном фронте, как я помню. Бабушка очень много про него рассказывала, был добрым человеком, но показывала его портреты. Но, как я знаю, он пропал без вести. Знаковым проектом, реализованным при поддержке Хазрета Савмана, стало создание мемориального комплекса, посвященного труженикам тыла, рабочим завода «Красмаш». В годы Великой Отечественной войны, произведенные их руками зенитки, уничтожили более половины всех фашистских самолетов. Этот мемориал посвящен подвигу красноярцев, женщин и детей, трудившихся в тылу. Это память тем, кто воевал, тем, кто добывал победу. Вот в этом памятнике стоит женщина, Козлова Людмила Михайловна, мы все говорим, которая с 12 лет встала у станка и всю войну простояла, добывая победу. В Красноярске очень бережно относятся к сохранению культурного наследия. К примеру, в год литературы, вновь при поддержке Хазрета Савмана, в городе была открыта уникальная выставка памяти писателей-земляков. Сейчас экспозиция представлена в парке имени 400-летия Красноярска, который появился на месте пустыря тоже благодаря поддержке мецената. Сейчас здесь отличный детский городок, а в ближайшем будущем появятся и рукотворные озеры. И это всего лишь малая толика дел Хазрета Савмана, дел, который совершается для всех горожан. Дина Володина, Павел Пателицын, новости. Хоккеисты команды Енисей впервые завоевали Суперкубок России. Матч с иркутским клубом «Байкал Энергия» прошел в Крывом центре накануне. Несмотря на мороз, поддержать наших пришли многие красноярцы. Какой итоговый счет и кто из известных гостей приехал на матч, расскажет Ольга Тишанина. Суперкубок России по хоккею с мячом ежегодно оспаривают действующий чемпион и обладатель Кубка страны. На этот раз в борьбе за престижнейший трофей сошлись две сильнейшие команды – «Красноярский Енисей» и «Байкал Энергия» из Иркутска. С самого начала стало понятно, соперники настроены серьезно и борьба будет нешуточная. Но хоккеисты Енисей играли чуть острее. Иркутяны уже на восьмой минуте пас Сергея Ломанова привел к забитому мячу. Счет открыл Виктор Чернышев. Хоккеисты «Байкал Энергии» играли от обороны, но периодически создавали острые моменты у наших ворот. Но красноярцев уже было не остановить. На 23-й минуте они забивают вторую мяч, а на 33-й счет уже 4-0 в пользу Енисея. Иркутяне старались догнать, грубо сыграли против Сергея Ломанова, но забить так и не смогли. Первый тайм закончился со счетом 6-0. Не первый сезон, а не поста мы играем, плюс добавляются новички качественные. Ну и у нас есть Ломанов. Волк! Главная наша звезда. Енисей! Енисей! Несмотря на мороз, собрался почти полный стадион. Болельщики говорят, просто не могли пропустить такую игру. Закутанные в одеяло отогреваются горячим чаем и болеют до хрипоты. Наша команда самая сильная в мире, самая сильная в России – это команда Енисей. Сегодняшняя игра даже это доказывает. И доказывает все годы, проведенные на стадионе. Я 28 лет хожу на хоккей. Мы ходим в любой мороз. Выезды, не выезды, завыезды. Остановить на хоккей, прийти, может только смерть. Во втором тайме Енисей продолжил атаковать. Дмитрий Макаров забивает седьмой мяч, и Сергей Ломанов доводит счет до совсем неприличного – 8-0. Болельщики из Иркутска, впрочем, не унывают, хотя и признаются – красноярцы явно сильнее. Мы, конечно, надеялись, что будут играть более агрессивно, более равный. Может, как-то проиграем 4-3. Но пока не забили, к сожалению. К сожалению, это оправданно. Енисей – команда самая сильная в мире, и против этого поспорить никто не сможет. Хоккеистам Байкала, наконец, удается забить гол престижа после ошибки наших защитников еще один. А за пять минут до финального свистка в воротах хозяева оказался третий мяч. Итоговый счет – 8-3. Суперкубок впервые завоевывает Енисей. Награждают команды медалями депутат Государственной Думы и вице-президент Федерации хоккея с мячом Николай Валуев и президент Национальной международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник. Они приехали в Красноярск, чтобы посмотреть, как идет подготовка к универсиаде. А суперкубок игрокам Енисея вручает председатель краевого правительства Виктор Томенко. Смотрите, что делается на трибунах. Самое важное, вот даже сейчас шведы сделали исследование. Русский хоккей, хоккей с мячом – это один из самых популярных видов спорта в мире. Поэтому мы, конечно, все ждем, когда все-таки мы станем олимпийскими. Это самое важное. И, конечно же, поздравить команду Енисей, клуб Енисей с большой победой. Они теперь обладатели суперкубка. Удачи! Красноярцы, поздравляю всех от души! Знали, что будет холодно, что тяжелые такие погодные условия будут. Ну, все молодцы. Вообще, все сыграли очень хорошо. Может быть, концовка, где пропустили два мяча, чуть смазывали. Ну, а так, все не очень уверенно, с запасом. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня, нас поддержали. И в какой-то мере мы нас согревали, да, тем, что болели за нас, гнали нас вперед, не давали нам остановиться. Енисей! Кстати, суперкубок, в отличие от Кубка России, не переходящий, а памятный, а значит, останется в Красноярске. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко. Новости. В Красноярске презентовали книгу о хоккейном клубе Енисей. И в ней содержатся воспоминания ветеранов, известных тренеров, спортсменов. В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, президент Российской Международной Федерации хоккея с мячом Борис Крымник, ну и депутат Государственной Думы России Николай Валуев. Первый экземпляр вручили главе региона. Все присутствующие, включая игроков Енисея, получили копии новой книги о прошлом, настоящем и будущем легендарного хоккейного клуба. Трехкратного чемпиона России, четырехкратного обладателя Кубка мира. История спорта – это всегда история страны, потому что именно в спорте лучше всего, сильнее всего проявляются настроения общества, задачи общества. И если мы вот так вспомним, как это было в нашем регионе, большой России, то увидим, что вот эти исторические этапы, они очень ярко и точно отражаются в истории спорта. В Красноярске завершился фестиваль «Волшебный лед Сибири». Кто стал победителем, расскажем в третьей части выпуска. Яртехника в Сосново-Борске. Это строительные и отделочные материалы, сантехника, бензо- и электроинструмент, отопительная техника, снегоуборщики и мотоблоки. Покупай товар на 5000 рублей, выиграй 30 тысяч и другие призы. Розыгрыш 1 февраля. Жилой комплекс «Глобус». Квартиры с улучшенной отделкой по привлекательной цене. Уникальное предложение и регулярные акции на сайте красглобус.ру. Измените свое представление об образе жизни. Жилой комплекс «Глобус». Расширяя горизонты. В рекламе по-детски меряются мобильным интернетом. Давайте поговорим об этом. Один интернет как байк быстро мчит, второй не едет, а почти летит. Третий интернет фантастический. Явно всех превосходит технически. Но единственный взрослый аргумент – это низкая цена на быстрый интернет. Быстрый мобильный интернет не должен стоить дорого. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на Теле2. Тариф черный. Честно, дешевле. Музыка. 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 Спасибо, что остались с нами. Продолжим выпуск. В Красноярске наградили победителей четвертого фестиваля снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». В конкурсе принимали участие 28 команд из нескольких стран. Например, таких как Китай, Литва, Индия. Несколько дней на набережной они создавали свои композиции. В итоге жюри выбрало трех победителей в основных категориях – снег, лед и приз зрительских симпатий. Им вручили медали, грамоты и копки. Все участники отметили суровость сибирских морозов. Возможно, именно поэтому некоторые конкурсанты создавали скульптуры на тему лета и солнца. Мы посвятили аплодисменты теплой зоне «Республика-2». Мы пока хотели показать природу, ландшафт южных степей нашей Родины. И на этом наш выпуск завершен. Итоги дня подведем в 23.30. Я не прощаюсь, но далее прогноз погоды на завтра. Редактор субтитров А.Семкин